МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, наши зрители называют Белого Орла вождём Чингач-Куком. Александр, можешь придумать какое-нибудь ещё прозвище? Вот как бы ты назвал нашего Орла? Хороший вопрос. Я знаю его название. Гордый Птах. Ты у меня... Это что такое? Это что происходит? Вы читаете мысли друг друга? Я хотела сказать... И я хотел сказать, да? Не станьте созваниваться после 12! Ребята, мне аж страшно. Вот у меня написано. Гордый Птах. У меня написано это. Серьёзно? Клянусь. У меня новая версия, ребят. Это Алексей Воробьёв. Алексей Воробьёв. Давайте я, конечно, предложу извинить Дятлов. Я не знаю, он потом перезвонит тебе. Ещё какие птицы придут на ум? Фила, у тебя, кстати, была песня про птицу. У меня было не про птицу. У меня... Про пташечку. Про пташку. Про пташку. Я знаю песню Киркора лучше, чем он сам. Вы поняли вообще? У меня говорит, нет песни про птицу. Японский городовой. Пташечка моя, без зуби твоей пропадаю я. Браво! Ну, пташечка прилетела и ждёт вопроса, на которые она ответит либо да, либо нет. Уважаемый Белый Орёл, скажи, пожалуйста, ты много снимался в шоу, где тебе нужно было петь? Блудел. Я хочу обратиться к своим коллегам, уважаемые члены жюри. Мы же, когда выдвигали версии, что это может быть тот или иной актёр или певец, скажите мне, пожалуйста, мы же называли практически всех высоких, правильно? Да. Старались. Посмотрите, то есть если сейчас мы отбросим перья на плечах у Белого Орла, плечо будет гораздо ниже Славиного, обратите внимание. Да, да, да. А если вы посмотрите вниз, то Белый Орёл стоит на платформе. Опа! Опа! Я вас всех разгадаю! Да ты Эркюль Родригес! Родригес? Эркюль! Там и здесь? А кого ты имел в виду, Тимур? А я расскажу, сейчас я послушаю. А Тимур теперь уже профессиональный не только грудолог, но и растолог. Растолог. Это твоя ниша. На моём кабинете так написано, грудолог-растолог. Ну что, Белый Орёл – это птица высокого полёта, и он с каждой программы набирает высоту всё выше, а мы всё ближе к разгадке, кто же скрывается под маской. Поэтому сейчас подсказки от Белого Орла. Добрый вечер, друзья. Я Белый Орёл. На самом деле, я, конечно, чёрный. Но сейчас такой тренд новый – быть белым. Правда, Филипп Петрович? Я думаю, мне белый цвет тоже идёт, да? Вообще, завидую судьям. Сидят в своей компании на одной жёрдочке. И сразу понятно, что это одна весёлая команда. Квинтент у них понимающий. А я Белый Орёл. И сейчас на этой сцене я одинок. Но в юности, когда я только становился на крыло, мы летали над горами с моими орлятами. И каждый из нас пытался взлететь выше самой высокой горы. Но, пытаясь достичь звёзд, можно потерять рассудок и упасть с огромной высоты. И тогда уже почти невозможно взлететь. Но мне это не грозит. Я разумный. Выше самых высоких вершин не взлетаю. Предпочитаю лететь наравне с ними. Что-то я соскучился по аплодисментам. Пора. Пора мне лететь на сцену. Дайте место для разгона. И встречайте меня, долгожданного Белого Орла! Ты меня зовёшь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаёшь меня, и я тебя узнал. Хорошо, как исполняешь. Через милии века. Вот тебе моя рука, ты зовёшь меня, чтобы я тебя позвал. Песню ты узнал. Тебе осталось узнать, кто её поёт. Полетели сквозь окна, за навешанные дождём. Опять я слышу Белого. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнём. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождём. Миллион шагов назад, миллион кругов. И ад, миллион веков, тебя дню искал. Обалдеть! В миллионе есть лишь миг. Паривший мне твой крик. Ты зовёшь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, за навешанные дождём. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнём. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождём. Я буду дождём. Космический белый орёл. И песня председателя жюри Филиппа Гиркорова. Аплодирует стоя сам председатель нашему белому орлу. Меня просто промурашило. Да, меня просто пробрало, промурашило. Я не знаю, вернуло на 20 лет назад, когда я впервые исполнил эту песню. Написал её песню Любаша, композитор такая. Этой песне 20 лет? А нет, это чё? Да, это 2001 год. Да, 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 когда всё, так, у меня всё, терроры полетело, меня спасали такие песни. Меня спасали песни Игоря Николаева, песни Любаши. И они меня спасли. Я думал, что круче Лепса перепеть эту песню невозможно. Но кто ты, орёл? Кто ты, который сделал это ещё круче? Филипп, я вот ещё бы чуть-чуть и подумала, что там скрывается под маской Лепс. Но если вы говорите, что он уже исполнял эту песню, вы, значит, знаете, что это точно не он. На моём творческом вечере, посвящённом 50-летию, скоро будем гулять 55. Ну, орёл, я даю слово, слово Филиппа Геркорова. Я тебя позову на этот юбилей, чтобы ты исполнил эту песню в этом костюме. Это очень круто, это очень красиво. Ребят, Валерия. Очень. Потрясающий номер, потрясающая песня. Слушайте, ну, меня преследовал опять голос Буйнова. Что ж с нами происходит? Новая? Очень знакомая хрипотца. А я думала, Буйнова. Опять я слышу интонации. И я вам скажу, что это дело не в Александре Буйнове, а в Алёне Буйновой, ребята. Слушайте, ребята, я вам сейчас покажу смс, который мне пришл сегодня от Александра Буйнова. О, Фил, мы с Алёнкой смотрим маску. Мы оборжались. Как вы там стебали её, что все её боятся и т.п. Кстати, тебе идёт очень новая голова. Звёздочки, любим тебя. Вот к чему мне это прислали сообщение? Филипп, я напомню... Что это за ход? Да-да, я напомню, что в прошлом сезоне Влад Топалов записывал видео с ребёнком из дома в тот момент, когда он был здесь. Причём выглядят оба потрясающе. Да. Камон. Краставцы. А это значит, что проклятие мы сняли. А тут-то фотографии Алёна так хитро смотрит. Мне Буй, как говорит Глызин, давно не посылал таких смс-ах. Что бы это значило? Повода не давал. А-а-а. Буй, это ты... Нимай маску. Я не Буй, но я буйный. Тимур спрашивал, участвовали ли вы когда-нибудь в шоу таких телевизионных? Вы сказали, что да. А происходило ли это одновременно с Тимуром? Были ли вы вместе в этих шоу? Были. 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 А это уже интересно. Вопрос тогда к тебе. С кем ты там был? Давай вспоминай. Да с кем я только не был. Ребята, это театральный актёр. Это точно. Да, да. Это театральный актёр. Камиль, это ты. Ну правда, нет? Нет, это... Камма. Это очень классный вокалист. Нет, это не вокалист. У меня почему-то голос и рост этого нашего безумного птаха напоминает Сергея Бурунова. Ничего себе. Реген, Бурунов может петь всеми голосами. Это очень сложно. Кстати. А вспомните, как он пел высоким голосом. Моя, моя, моя. Кстати, вот. А сегодня хрипотца. Сегодня он поёт на расщеплении связок. Да. То есть это приём. Он владеет приёмами вокалов. Он владеет, но использует его нечасто. Он актёр, ребят. Ребята, поющий актёр. Поющий актёр. Потенциальный победитель шоу «Маска» второй сезона. Это громкая заявка. Провожаем Белого Орла. Он покружит за сцены и вернётся к нам на голосование. Он небольшого роста актёр. Алексей Чадов. Это не актёр, а просто певец, который умеет менять голоса. Иван, ну что-то есть парень этот. Ты видел, маленький украинский. Ты не переченка, конечно. Он очень хороший парнишка. Какая дурочка. Моя, моя, моя. Это же его голос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ